Лекция вторая называется «Типологический метод и структурная и социальная типология». Что входит в наш научный интерес здесь? Во-первых, фонетическая система русского и казахского языков, сходства и различия, система гласных звуков в русском и казахском языках, принципы классификации гласных звуков в русском и казахском языках, изменения гласных в потоке речи, редукция, транскрипция, типологический метод и структурная и социальная типология. Нужно отметить, что в основе морфологической типологии языков лежит несколько основных признаков. Первое. Как выражается в языке грамматическое значение? Второе. Из каких морфем строится слово? И третье. Какие способы соединения морфем внутри слова преобладают в языке? Для изолирующих аморфных языков характерны отсутствие словоизменения, выражение грамматических значений аналитическим способом. То есть это может быть какой-то порядок слов, это могут быть служебные слова, которые не утратили связи со знаменательными словами, это может быть музыкальное ударение, это может быть интонация. Слабое противопоставление знаменательных и служебных слов, преобладание корневых морфем, полное или почти полное отсутствие аффиксов с деривационным значением. Вот к этому типу языков у нас относится китайский язык, например, и большинство языков Юго-Восточной Азии. Продолжение следует... Теперь поговорим о том, что такое транскрипция. Транскрипция от латинского trans или через, перечерчу, пишу, буквально переписывание, в лингвистике, это передача на письме тем или иным набором письменных знаков, фонетическим алфавитом элементов звучащей речи, фонем, аллофонов, звуков. В лингвистической теории и практике транскрипция имеет разнообразное применение. То есть транскрипция может передаваться знаками, взятыми из какого-либо алфавита, произношения на языке, на языке членов того или иного сообщества, этноса, субэтноса, жителей какого-либо региона, либо поселения, которые пользуются таким алфавитом. То есть записывать звучание родного языка для пользователей языка или его версии диалекта или идиолекта. Так, русская версия кириллицы, иногда несколько видоизмененная с целью более точной передачи звучания, используется в российских учебниках русского языка, языкознания на русском материале, словарях русского языка. Транскрипция тем или иным способом записи необходима для передачи на иностранных языках слов и выражений из тех языков, которые не обладают письменностью или обладают ею, например, не в алфавитной, а в идеографической, логографической, иероглифической форме. Продолжение следует...